Привет, зрители! Снова управляюсь с камерой, точнее камерой с телефона. Сейчас у нас будет маленький, короткий абзурд моих заказов свайпериз. Потому что потом у меня будет стрим, и возможно ты даже видишь тут всякое такое странное на столе. Как бы я сначала хотела после обеда попить чаёчку, а потом думаю, а что мне попить чаёчку? У меня же есть манго, можно попить манго с чаёчком. А потом я вспомнила, что надо бы как-то сначала обозреть это. И вот пока я помню цену, артикулы все будут в инфобоксе. Вот это манго. Тут целый килограмм. Я заказала за 673 рубля, не поверишь, зритель. Вот за такую практически смешную цену. Долго-долго искала. Цены смотрела, что я так это, я мозги так расслабляю. Меня тут как-то спрашивали в камендах после какого-то очередного обзора покупочек свайпериза. По-моему, первого обзора в этом году, сделанного в 2023 году, сделанного первого обзора покупочек свайпериза. Сравнивали я цену в интернете, в магазинах и в оффлайновых магазинах. Я сравниваю. Именно поэтому на Вайтбрис или на Озон делаю заказы, потому что... Блин, я вчера зашла в магниты. Обычные желтые перчатки, которые стоили в магните 39, максимум 42 рубля. Ну, 41 где-то так вот, 40 рублей. Старик какие-то запредельные за 70, что ли они там, если не больше. А я как раз на Вайтбрис заказала 3 штуки, 3 пары, короче, по 115 рублей набор, 3 пары. Я ещё так подумала, ну, как бы где-то так плюс-минус 35 рублей штуковина, да, так, ну, 39 где-то там. Ну, всё равно дешевле, чем если бы я в магните купила. Ну, пусть будет. И пришла магнит, и охренела. Думаю, хорошо, что я на Вайтбрис заказала. Короче, довольно такой тяжёленький. Чувствуется, что тут килограмм. Тут 2 упаковочка по 500 грамм в одном пакетике. Фуддрай. 100% натуральный продукт. Тропические фрукты изъятнама. Без красителей и ароматизаторов. Сушёная манго. Слушайте, столько разных манго сейчас появилось. И на Вайтбрис, и на Озон, где лимонная кислота. Плюс написано, не содержит сахара. Фруктоза, лимонная кислота. Ещё какая-то хрень. Думаю, ё-моё. И дальше подписано 100% манго. Думаю, в каком месте вообще. Вот это счастье у нас. Срок годности 12 месяцев. Дата изготовления и упакования 20 декабря прошлого года. Фуддрай. Сушёная манго в составе. Мышки-заверитель. Вот, смотри, как она большая. И всего лишь за 673 рубля. А вот это 504 рубля. Тут 400 грамм. Тут у нас бразильский орех. Я заказывала на попалом с тёте 200 грамм ей, 200 мне. Соответственно, мы скидывали с ней. Так. Сейчас я это открою. Да, у меня ведь есть ножницы. Чего я тут мучаюсь? У меня же есть ножницы. Ножницы-ножницы. Сегодня я снимаю с кольцевой лампой, но с этим... Не с тем цветом, который нейтральный, а, наверное, тот, который белый, тёплый или хрен его знает. Или белый, холодный. Ну, короче, тот цвет, который не жёлтый и не белый. Тот, который посередине. Да, я всё никак не смотрю ролик, посвящённый этой лампе. Смотри. Тут крышечка. И сейчас при тебе будет вскрытие. Щелчок такой. Эх! Какой я силач. Я смогла полностью эту хрень открыть. Правда, у меня тут ещё какая-то. Что-то за ней тянется. Что-то тянется. Ну, я потом эту хрень, наверное, отцеплю. И можно, наверное, на эту баночку, без этой хрени, крышечку закрыть и вьюзать. В общем, вот орешки. Я сегодня свою дозу уже 2 орешка в бразильке съела. Когда у меня тут в близком окружении некоторые заболели вирусным заболеванием, которое лечится, я решила хомячить бразильские орешки. Точнее, человек захотел бразильских орешков, и я подумала как раз на тот момент, думала купить. Я покупала она на часовом городе на размест, но там какая-то запредельная цена была. Хотя мне сказали, что там была летом какая-то другая цена. Но летом всё, видимо, дешевле как-то. Я потом заказала на Вайберис. А потом снова заказала на Вайберис. Бразильский орех, очищенный 100%, 400 грамм. Бразильский орех, источник жирных кислот омега-6,3. Селена, магния, меди, фоспора, органина. Органин. Реально, органина, не знаю, что это такое. Витамина В1, белка и клетчатки. Я только сейчас поняла. А сегодня шла пешкодралом до Вайбериса туда и обратно, в первопроходство местами. У нас такая дикая метелюга была. А я не знаю, у нас куда бюджетные деньги. Наш мэр в лице двоих человек спускает. Ну, как бы библиотеку какую-то очередную. В очередной раз одну и ту же библиотеку отремонтировали. Деньги есть. А вот очистить с 1 января этого года дороги как-то нет. Дворники не справляются и не везде не помогут. Мне попался трактор, который должен расчищать дорогу. Он как-то ехал. Но это фигня, которую расчищают. Вот на таком расстоянии дороги было. Ну, как бы ничего не делал. Бюджетные деньги отъезжал. Короче. Ну, и я туда шла и думала, что у меня как бы можно зайти в магазин рядом. После вайдберисовой купить рыбу. Но я понимаю, что я не хочу рыбы. И тут я подумала, что, наверное, в орехах или там в сухофруктах. Что я ем? В той еде, которую я сейчас потребляю. В пищу. Есть, наверное, что-то, что есть в этой самой рыбе. И поэтому это мне уже восполняется. И рыбы поэтому мне хочется. Возможно, вот тут этот омега-6 и 3, они как раз вот рыбы. И фосфор тут есть. Вроде в рыбе-то как раз и фосфор. А тут есть всё в бразильских орехах. Советуется 1-2 орешка в сутки. Ну, я иногда 2, а чаще всего 1 раз в сутки. Правда, тут несколько дней бывает, что я вообще про него добывала. Ко мне как-то человек пришёл, говорит, ты все орехи съела. А я вообще забыла. Я думала, что за орехи? Ну, короче, попросили поделиться. Я ж не жадная. Я поделилась. У меня ещё есть и орехи. Несколько штук. И вот ещё будут на пополарном разделю. Да, кстати, что я не говорю-то, это кто у нас? Луксен. Бразильский орех. Бразильский орех очищенный органик. Мне кажется, от луксена я что-то покупала. Возможно, виноград. Ну, в смысле, этот, изюм. Изюм же это и есть виноград. Сделано у нас 24 декабря 2021 года. И 12 месяцев сургодности. Я там на базе выдачи не разглядела дату жизни именно у орехов. Но вспомнила, что там какой-то в отзывах писался, что хороший, свежий. Думаю, надеялась, что может так и есть. И он действительно свежий. В общем, вот. Вот такой у меня обзор. Я хотела попить чай и пожевать тут, и тебе обозреть. Но получается, что я просто обозрела. Я, может, сейчас, когда буду стримить, то как раз и с чаем попью. Хотя у меня там на стрим намечен такой чай, который как бы... Ну... И без сладкого вполне сойдет. Хотя, возможно, этот ролик выйдешь уже после стрима. Так, ну и что? Спасибо тебе за просмотр. Если ты любишь мало гадать с нафигами, ты пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.